Ну а это мы поехали в Феогдонское ущелье, в Верхний Феогдон, оттуда в Даргавс, на Медаграбинские водопады, ну и много еще всего интересного. Это мы все по Феогдонскому ущелью едем, там река в горах. А это так выглядит сам населеный пункт Феогдон. Поверните налево, во двор. Вот, мы едем по этому Феогдону и справа сейчас как раз и будет наш отель Роза Ветров. Ну вот мы приехали, это Роза Ветров как раз и есть, тут мы припарковались. Такая красивая территория, вид на горы, такое классное место. А впереди тоже еще очень хорошее место, панорама-отель. А дальше Аланский мужской монастырь, вот туда как раз прямо. И еще арт-отель Феогдон, тоже обалденное место, мы когда-то там останавливались. Вот такой центральный вход в этот отель. Пойдем заселяться. Ты заходишь и вот такой вот номерочек. Очень даже приличненький. Вот с таким вот видом. Ну, вид тут на горы. Из всех номеров, с любой стороны, конечно, будет в любом случае. Вот мы подъезжаем к Алландскому монастырю. Это, кстати, самый высокогорный монастырь в России. 20 лет назад мы построили мужской монастырь Света Алландский. Алландский монастырь встается немножко позади. И мы решили пешком дойти до ресторана арт-отель Феогдон. Вот мы идем по дороге. И вон там кони пришли на водопой. И одни стоят, никого ли там нет даже. Вот такой горной улицей мы идем. Пешком. Все бы вообще ничего. Только тут бродячие собаки. И это страшновато. Ну вот мы дошли до этого ресторана Долина Солнца. Который находится в арт-отеле Феогдон. Пойдем сейчас покушаем. Очень красивое место. И очень вкусное. В ресторанчике что-то мы решили в этом не сидеть. Что-то нам не особо понравилось. И вот решили зайти в сам монастырь. Вот тут когда заходишь, то есть центральные ворота. Вот такой вид. Мужской монастырь, а это старинные башни. И вот такая красивая панорама будет сейчас открываться. И вот тут в горах с этой стороны, вот с этой тоже сделаны кресты. Вон там прямо само селение Феогдон, кека Феогдон. Все, что Дон, это обозначает вода. Так, Дон, Зигель, Дон. Эта приставка обозначает вода. Поэтому мы пришли в ресторан Азимут, как раз тот, который в розе литров. И решили тут покушать. Вот тут есть осетинские пирожочки мои любимые. Вот с сыром, с картофелем и сыром. Такое меню. Кстати, совершенно все недорого. Мне кажется, очень клевое меню. Тут есть еще барное меню. В общем, вот так все это выглядит. По такой дорожке мы уже едем в селение Даргавс. И там же расположен город мертвых. И в ту сторону тоже как раз кармадонское омщение. Вот мы подъезжаем к селению Даргавс. Ну, вот так оно выглядит. Там башни с правыми. Вот, и тут даже началась дорога асфальтная, асфальтированная. И вот эти башни у каждого рода были свои башни. Они были защитные. Функции смотровые. Выполняли разные. Моя. 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 Это такой фейс-контроль и местный рэкет Вот тут даже есть акушерско-фельдшерский пункт Вот так И вот впереди как раз уже и виден этот город мертвых Постройки здесь аж с 14 века есть захоронения Вот так вот это все выглядит Ну вот этот город мертвых Вот здесь такая парковка Все это дело платное Раньше было бесплатное Сейчас везде тут установлено видеонаблюдение Потому что раньше это не очень далекий народ Сюда залазил в эти усыпальницы И там с костями фотографировались и так далее И в общем теперь там сделали везде видеонаблюдение Мы туда не пойдем Там села вносили на таких как бы лодках Туда вот в эти маленькие окошечки Задвигали и оставляли там А крыши сделаны вот таким вот образом Специальными такими пагодами Чтобы когда капал дождь Когда шел дождь Чтобы не разрушались эти постройки И вот они стоят здесь с 14 века Ну естественно и более поздние постройки тоже есть Они есть наземные, подземные Такие полу-наземно-подземные Скажем так И вот эта речка Гизельдон Дон Это Фиагдон, Гизельдон Вот эта приставка Дон Это обозначает поток река И вот на эту реку во времена Когда была эпидемия тумы и холеры Люди из села Даргавс Которые заболели Они уходили добровольно Конечно такое самопожертвование Вот сюда в эти места Ну как бы доживать остатки своих дней Которые им были отвезены А люди из деревни Вот из этой Из Даргавса Приносили им сюда еду Вот на этот мост Оставляли И они забирали ее Вот такое как это Немножко печальное место Погода как раз соответствующая Туда дальше прямо Идет запрещенная дорога Там стоит кирпич Там ехать нельзя Через ущелье Мы там ездили в прошлом году И до этого все эти разы Обалденная красота Просто безумная Не знаю сейчас поедем или нет Если поедем обязательно сниму И Кармадонское ущелье Тоже тут рядом Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот еще какое селение Тут тоже рядом Вон какие заборы Каменные Или вот Из прутиков Дома такие каменные Старые все очень видимо Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok